Казанский университет впервые реализует программу обучения для социальных предпринимателей. В чем особенность этого проекта и кто принимает в нем участие? В Казанском университете реализована бесплатная специализированная образовательная программа повышения квалификации под названием «Управление проектами в сфере социального предпринимательства». Программа состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, посвященная бизнес-процессам, бизнес-моделям работы и другим. Вторая – практическая. Она направлена на разработку проекта в сфере социального предпринимательства. Программа реализуется для того, чтобы слушатели, социальные предприниматели смогли разработать проект в сфере социального предпринимательства, который в последующем они могут подать на получение гранта. Отметим, что грант выделен Министерством экономического развития Российской Федерации для всех регионов. В свое время КФО одним из первых в России запустил специальный программ по социальному предпринимательству. Это было еще в далеком 2015 году. Но тогда еще на законодательном уровне даже не было понятия, кто такие социальные предприниматели и что такое социальные предприятия. Вот эти понятия были впервые введены в 2019 году. И сейчас такие программы стали носить более целевой характер. Участники программы – это действующие предприниматели, которые уже больше года ведут свою деятельность. Одна из участников Елена Булюхина начала свою работу в сфере социального предпринимательства в 2014 году, когда открыла Центр детского развития. Очень рада, что уровень интенсива обучения для социальных предпринимателей был очень высокий. Как я говорила уже, то есть у меня были обучающие программы федеральные. Но вот я два дня, сколько у нас было, опять шесть часов я сидела, не отрываясь, как и все остальные. Действительно были подобраны компетентные преподаватели, огромное спасибо, интересные, которых интересно слушать, молодые, у которых было очень много интересной современной информации. По окончании программы 31 августа любой из 78 социальных предпринимателей сможет подать заявку на грант. Эджи Минебаева, Хафиз Гараев, Универньюз.